В этом видео показан отличный пример выполнения броска Япон Сойенаги с захватом одной рукой. Чон говорит, что этот вариант Сойенаги обычно выполняется против соперников в однотипной стойке. Эта версия является правосторонней. Когда соперник пытается сделать верхний захват правой рукой, Чон опускается под него, выполняя Сойенаги. Правая рука Чона захватывает диагональный отворот соперника, а левая рука делает вид, что отбивает правую руку. И в тот момент, когда правая рука сильно атакует его, Чон ловит ее. Посмотрите внимательно, и вы увидите, что после того, как Чон ловит руку соперника, он отпускает захват, и рука действует больше как определяющее направление броска. Хотя бросок выполняется одной рукой, направление броска и движение похоже на обычный бросок через спину с колен, но направлен не вперед, а слегка по диагонали. Еще одна великолепная техника корейского дзюдо, основанная на элементе неожиданности. В финале бакинского турнира 2011 года между двукратным чемпионом мира Ван Кичуном из Кореи и олимпийским чемпионом Мансуром Исаием из России, Ван использует поступательный импульс в своих интересах. Только с помощью захвата за отворот Ван ловит и придерживает за рукав лишь на мгновение, а затем продолжает движение броска до касания с татами для победного счета. Это еще один великолепный пример изобразительности от Ван Кичуна. Это еще один великолепный пример изобретательности от Ван Кичуна. Больше обучающих видео на Суперстар Дзюдо. Суперстар Дзюдо.